Я сам не понаслышке знаю, что такое предательство. Предательство очень близких людей. И когда я в своей жизни переживал, эти этапы проходил, когда люди, которых ты, в общем-то, вскормил, поднял, научил, доверил, дал позиции, и вдруг тебе в спину поткнули нож, предали, бросили кирпич, ты понимаешь, что, а как дальше? Для меня, как для христианина, было важное следующее. Независимо от того, как люди со мной поступили, продолжать верить людям. Потому что если я, как служитель, не буду верить людям, я не могу им служить. Потому что ты будешь видеть предателей, изменников, еще вот тех, кто завтра плюнет в твой огород, в твой адрес, и ты не будешь для них служить. Поэтому я в этих обстоятельствах молился. Вот об этом я и хочу сказать. Первое, молиться, чтобы защитить сердце. Когда мне Бог дал потрясающее откровение во время этих переживаний, когда я Богу задал один вопрос, почему люди так поступают? Я же все сердце им отдал. Бог мне ответил очень просто. Люди — это люди. И для меня это было исцеление. Я знал, что завтра еще кто-то меня предаст. Потому что это люди. И Бог сказал, я тебе не обещал верность людей. Я тебе обещал свою верность. Вот это мы должны помнить. А люди, некоторые нам даны на время, некоторые нам даны на всю жизнь, они будут с нами. И нам нужно к этому относиться правильно. Безусловно, трудно переживать предательство. Трудно. И как один человек сказал, я думаю, это мудро. Если ты имеешь больше друзей, чем одного, у тебя большое-большое счастье. У меня принцип. Много друзей хороших не бывает. Если ты имеешь одного, ты счастливый человек. А остальные, они могут быть соратниками, сподвижниками, товарищами. Это не одно и то же. Кто-то с тобой будет из-за того, что у тебя есть видение. И пока у тебя есть видение, я буду рядом с тобой. Только ты меняешь фокус, все, их уже не интересует другое видение, они уходят. И это нормально, потому что они с тобой ради видения. Кто-то с тобой как товарищ. А что такое товарищ? Пока есть с кем воевать, они будут с тобой. Их волнует борьба, сражение. Как это закончилось, все, их не интересует кухня, возня. Не-не-не, я пошел новых врагов искать. И они уходят в сторону. Поэтому нам нужно просто понимать, кто друг, а кто товарищ, брат или на время с нами. И тогда нам легче будет переживать вот эти моменты, когда люди уходят. Субтитры сделал DimaTorzok